Как следует выстраивать отношения с учениками? Должен ли педагог быть выше своих учеников, либо должен быть ниже, либо быть с ними на равных? Педагог, как говорит апостол Павел по другому поводу, должен быть всем для всех. Я не дам ему однозначной прямолинейной инструкции, но предупрежу от крайностей, которые всегда нехороши. Нет, мы не должны стирать иерархические грани между взрослыми и детьми, нехорошо якшаться, подлаживаться, быть как один из них, ронять, так сказать, звание и сам, желая приобрести друзей и популярность среди детей. Но худо и быть недосягаемой горой Джамалунгмой, так, чтобы своего холодного высока смотреть на этих пигмеев, едва удостаивая их приятного, приветственного взора. Думается, что любовь к человеческой душе подскажет, как соединить и первое, и второе, не впадая в излишество. Безусловно, педагог должен уметь поднимать восприятие ребенка до собственного опыта, жизненной умудренности, и поэтому он, как добрый пастырь, некогда сошедший с гор в долину, должен уметь приблизиться к ребенку, страдающему, чем-то смущенному, чем-то огорченному, и вместе с тем должен звать в свое прекрасное далеко. Ясно одно, в педагогии не должно быть ушлости, не должно быть пошлости, не должно быть такой американской вольности, но если в нем соединяется и отеческое, и учительское, то он всегда будет уметь сохранять дистанцию, но при этом всегда и будет простирать свою руку, чтобы эту дистанцию сократить и таким образом будет привлекать ненасильственно детей, чтобы они восходили со ступеньки на ступеньку и приближались к мировосприятию педагога.